Продолжительность жизни зашифрована в чертах лица человека. Посмотрим. Как известно сегодня, продолжительность жизни человека зависит от длины теломер специальных защитных белковых комплексов на концах хромосом. Длина этих теломер на протяжении жизни уменьшается, что по мнению исследователей и является причиной смерти по старости. У редких бессмертных живых организмов, например лобстеров, теломеры восстанавливаются, а потому эти удивительные омары теоретически могут жить бесконечно, если не погибают от хищников или рук того же человека. А вот профессор Евгений Черносвитов, которого считают международным экспертом по социальной медицине, уверен, что продолжительность жизни человека зашифрована не только в его теломерах, но отражается также в чертах лица. Более того, якобы случайная смерть любого индивидуума не отражается на длине теломер, а вот на лице ее можно прочитать. Дело в том, утверждает профессор, что левая и правая половинки человеческого лица отличаются друг от друга. Например, если вы возьмете фотоснимок и разделите его зеркалом пополам, соединив таким образом две левые или две правые половинки, то к удивлению своему обнаружите, что полученные лица кардинально отличаются от оригинала. Однако со временем, с приближением к смерти, эта разница становится все менее заметна, пока полностью не стирается и человек умирает. Дело в том, что все посмертные маски демонстрируют идентичные левые и правые половинки лица человека. Эту эволюцию смерти можно легко проследить, сравнивая по выше предлагаемому принципу с зеркалом фотографии разных лет. Например, человека в 15, потом в 25, 40, 60 и так далее лет. Причем разница в левой и правой половинках лица, как утверждает профессор Черносвитов, уменьшается в геометрической прогрессии. Благодаря этому, говорит ученый, я даже вывел формулу, по которой можно точно рассчитать продолжительность жизни любого человека. Однако пока это тайна, которую не стоит раскрывать, как не раскрывают своего секрета, например, маги и колдуны, считывающие с лица человека точную дату его смерти. Кстати, заметим, что такие прозорливцы, допустим, те же цыганки, часто не смотрят при этом даже на ладонь. Им достаточно взглянуть в лицо человеку, чтобы определить, когда его ждет смерть. Но, с другой стороны, существуют специальные методики фейсбилдинга, с помощью которых выравнивается асимметрия лица. А в среде пластических хирургов и косметологов до сих пор идет спор, такая асимметрия патология или норма. А если следовать утверждению Евгения Черносвитова, то возникает естественный вопрос, не приведет ли искусственное устранение такой асимметрии к преждевременной смерти. И наконец, а можно ли по длине теломер или скорости их сокращения узнать продолжительность жизни человека? Если ученые когда-нибудь научатся восстанавливать теломеры и тем самым продлевать жизнь человека, то как это отразится на чертах его лица? На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам было интересным. Но не забываем ставить лайки и подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока!